Межевание земельного участка без согласования с соседями. Момент согласования с кадастровым инженером подготовленного проекта межевания один из наиболее важных этапов процедуры межевания земельного участка. Изначально инициатор процесса оповещает всех заинтересованных лиц в определении границ территории. Чаще всего в роли таких заинтересованных лиц выступают пользователи границ земельных участков или их собственники. Дело в том, что определение границ земельного участка о результате проведения межевания может затронуть их интересы. К примеру, если межа проведена неверно, то тогда метраж их собственности уменьшается. Если же согласование с соседями невозможно, то возникает вопрос, а можно ли выполнить межевание без их участия и что для этого нужно? Итак, когда сосед не подписывает акт согласования межевания? Получать согласие соседей не всегда обязательно. Связано это с рядом причин. При этом причина зависит от конкретных обстоятельств и ситуации. Соседу можно не появляться при непосредственном согласовании границ, так и при оформлении юридических процедур. Ошибка при определении границ. Довольно часто такая проблема возникает, если кадастровый инженер, проводивший определение границ участка, не обладал достаточным уровнем квалификации. Тогда вероятны ошибки при проведении расчетов. Границы внеслись в план неправильно. Естественно, эта установленная межа может не устраивать соседей, так как они посчитают, что она заходит на их собственность. Владелец смежного надела в таком случае имеет все права не быть согласованным с процедурой. Он не ставит свою подпись на документах. Сначала он просит устранить несоответствие, а потом предоставить новый межевой план. Только в таком случае он поставит свою подпись. Если окажется, что ошибкой специалистов не было, то тогда споры придется решать в судебном порядке. Но, конечно, лучше постараться решить все мирным путем, экономя свое время и финансы на судебных разбирательствах. Длительное отсутствие. Соглашение об определении установленных границ участка подписывается на собрание. Информирование должно проводиться не позднее, чем через месяц. Такой длительный промежуток времени связан с тем, чтобы все смогли спланировать свои дела и явиться к строго оговоренному времени. Но, к сожалению, не всегда удается это сделать. Некоторые болеют, уезжают в командировки и тому подобное. Фактически они не могут явиться на собрание. Внимание! В таком случае, если выявлено устное согласие, ставить подпись лично не обязательно. Заявление будет иметь законную силу. Наследники еще не вступили в свои права. Случается ситуация, когда определение границ участка происходит в то время, пока фактически другой участок переходит по наследству. Получается, что у этой территории фактически пока нет собственника. К примеру, человек, владевший определенным наделом, умер, а наследники еще не вступили в наследство. Так как еще не прошло полгода с момента смерти. В таком случае, ставить свою подпись будущий владельца участка не имеет права. Дело в том, что имущественный спор еще не разрешен. По факту, наследники еще не имеют по закону никакого отношения к земле. В каких случаях возможно сделать межевание без согласия соседей? Согласно земельному кодексу и федеральному закону о кадастре, есть некоторые ситуации, когда составление межевого плана возможно при отсутствии подписи владельца соседствующего участка. Дальше мы рассмотрим эти ситуации. Итак, неявка. Жильцов перед организацией собрания оповещают об этом. Если владелец участка не пожелал явиться и никак не известил об этом, то его отсутствие принимается автоматически как согласие. В случае, если владелец межевого участка не согласен с результатами процедуры, то он должен прислать законного представителя. При этом очень важно организовать четкое проведение оповещения. Должны быть основания, которые могут послужить в суде фактами того, что оповещение имело место быть. По таким основаниям, законы органа решают, что оповещение было, но человек самовольно решил его игнорировать. Следующее. Например, если информация неизвестна. Иногда случается так, что собственники смежных наделов остаются неизвестными. О них никакой информации не представлено в планах, неизвестно, где именно они находятся. Для таких случаев есть законы и предписания. Необходимо оповестить о поиске собственника публикации объявления. Делается выжимка о предстоящем собрании. В таком случае считается, что лицо автоматически извещено о начале процедуры. В этом случае сосед в дальнейшем, если объявится, сможет оспорить границы. Но это сделать будет очень сложно. Дело в том, что инженеру укажет в межевом плане, что все работы прошли законно и будет действительно соответствовать истине. Установленные границы у смежных участков. Часто встречаются ситуации, когда ранее проводилось межевание уже всех соседствующих участков. Границы их были установлены в законном порядке. Владелец участка подписывал акты согласования. Получается, что процедура межевания уже состоялась, но по отношению к другим участкам. Противоречий между владельцами участка тогда выявлено не было. Все дали свое согласие по поводу границ. Но для определения границ участка придется опять звать инженера. Но работы у него будет меньше. Он проверит, лишь нет ли неточности или ошибок в составлении плана. Также он посмотрит проходящие границы. Они должны совпадать с проходящими межами соседей, земельных наделов. И если все выявлено верно, то тогда согласование не будет обязательным. С другой стороны, многие компании советуют все-таки провести согласование дополнительно. Это действие позволит обезопасить себя от возможных судебных разбирателей с соседями. Такое случается, если есть необходимость изменения межевой линии. Когда межевание признают недействительным без подписи. В некоторых ситуациях подпись соседей это не острая необходимость, как было выяснено ранее. Она необходима для того, чтобы проведенная граница земельного надела была действительной с законной точки зрения. Чтобы составленный специалистом межевой план имел юридическую силу. Но есть случаи, когда план будет считаться недействительным при отсутствии подписи соседа. К числу таких ситуаций относятся. Первое. Явка соседа на проводимое собрание. Но он не согласен с представленными результатами. В таком случае необходимо устранить несоответствие и проводить повторное собрание. Второе. Сосед направил письмо, в котором выразил свое несогласие. Непосредственно на собрании он не явился, но оповестил о своих заключениях. В таком случае устраняются несоответствия. Крайний вариант обратиться для защиты прав в судебные органы. Третье. Процедура оповещения прошла надлежащим образом. Данные соседа были известны. Можно было бы направить ему письмо. Но с дела этого не было. Также план без подписи соседей не считается действительным. Если местонахождение их неизвестно, в таком случае объявившийся сосед вполне может оспорить результаты через суд. Скорее всего инстанция будет именно на его стороне и придется выполнить все работы по составлению межевого плана снова. Как поступить, если не получается найти собственников участка? Если обнаружить заинтересованных соседей не удалось, то нужно обеспечить невозможность оспаривания межевого плана в дальнейшем. Если они все-таки найдутся, есть специальные законодательные акты, помогающие в этом. В обязательном порядке нужно соблюсти порядок оповещения. Делается это через СМИ. Оригинал оповещения сохраняется. Этот оригинал прикладывается к плану. В случае оспаривания нашедшимся соседам этот документ выступит доказательством правоты. Заключение. Самый простой вариант проведения согласования это согласие всех собственников участков, которые располагаются рядом. Они просто проставляют свои подписи на документах. Если их подписи отсутствуют, то межевой план действительным признается не всегда. Следует постараться найти владельцев участков. Но если это не получается, то сделайте все возможное для избежания рисков возникновения спора в дальнейшем. За установлением границ участка специалистами с опытом можно обращаться в нашу инженерную геодезию. Контакты найдете в описании под этим видео. Всем спасибо за просмотр. Если вам не трудно, поставьте лайк этому видео. Это позволит ему продвигаться. И подписывайтесь на мой канал. Будет много полезных видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...